Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! И мы продолжаем изучать Тору. Давайте собираемся. Очень важно каждое утро уделять время изучению Торы. Я помню с какого момента, вот откуда, уже где-то в течение около пяти лет я провожу в 10 утра этот урок. Около пяти лет, каждое утро. И вот почему именно я уделяю этому такое большое значение, что где бы я ни был, я стараюсь провести этот урок. Может быть, за пять лет я пропустил, ну, считанные разы, там, 10-15 раз за пять лет. Почему? Во-первых, здесь я хочу сейчас поделиться, как раз все собираются. Во-первых, это базируется на одной очень важной беседе, которая у меня была где-то в 2003 году. В 2003 году я учился в Яшиве, Швутами. И там был такой молодой раввин, звали его Моши Кудель. Моши Кудель, он был или Яков Кудель, или Моши Кудель. Там было два брата, это были двоюродные братья из одной семьи. Значит, такая вот еврейская, они хасиды такие, да. Это такие раввины, вся семья раввинов. И у меня есть свойство опаздывать, начинать новые проекты. Это мое свойство. Я такой очень импульсивный по сути своей, по природе своей. И, значит, они видели это, ну, это все видели. В то время это все видели. Равис Кагзильбер, за царь, за хронос и их львраха. Он каждый раз, когда он меня встречал, он мне говорил всегда, вот прям он меня за руку так брал все время, и говорил, надо иметь терпение. Надо иметь терпение. Вот прям он мне эту фразу как мантра. Одному моему приятелю, который тоже был его учеником, он ему все время вот так показывал. Все, род на замок. Все, тебе надо род на замок. Он очень импульсивный, он говорил все эти слова такие, и мог вспыхнуть, закричать на кого-то. А я просто начинал дела, бросал, начинал. Но он мне говорил, надо иметь терпение. А ему говорил, вот так вот, род на замок. Вот так, чик-чик, и все. Теперь, значит, эта черта была видна всем. Ну, не всем, внимательным, всем внимательным людям. Теперь, значит, говорил мне или Яков Кудель, или мой же Кудель, вот не помню сейчас точно, кто это был из них. Он говорит, вот смотри, говорит, представь ситуацию. Есть дом престарелых. Дом престарелых. В Израиле принято, что пожилые люди, они уходят, есть такие бета, вот это называется, дом отцов. Там за ними уход, как клуб такой, они там общаются. То есть, в Израиле это не является чем-то страшным, а наоборот, пожилые люди ищут себе то место, которое подходит им по менталитету. И они, когда уже дети работают, переселились, дети, все заняты, они спокойненько себе идут в какой-то им подходящий бета-вод, который им подходит, который они выбрали себе. И там они уже коллективно живут, общаются, за ними уходят, и все. И он мне говорит, вот в бета-воде, говорит, было два приятеля, которые там жили, учили Тору и так далее. И вот, говорит, у одного был сын, и у второго был сын. У одного был сын, который говорил, папа, я к тебе буду приезжать каждый день на полчаса, и это заповедь, это заповедь почитания родителей, да. Буду приезжать каждый день на полчаса, чтобы тебе как-то помочь, чайку тебе налить, пообщаться с тобой. Но когда я буду приезжать, я не знаю, он сказал. У меня есть работа, дом, семья, я буду к тебе приходить, когда будет свободное время. А второй, говорит, сын, он папе сказал, папа, говорит, смотри, я буду к тебе приезжать каждый день в 10 утра, на те же полчаса. Но, говорит, я вот прям, у меня время в календаре закрыто, с 10 утра до 10.30 я у тебя. И вот они каждый день, они вдвоем сидят, и тот, которому сын приезжает каждое утро, он довольный, он понимает, что сын поставил его и встречу с ним на первое место. А тот, который ему приезжает на те же полчаса, но в течение дня, он все время ждет сына, он не знает, когда приедет, то есть он понял, что это по остаточному принципу. Теперь он говорит, вот к Торе, и вообще к жизни надо относиться так, уметь расставить приоритеты. И те же самые полчаса на Тору, но которые ты делаешь в одно и то же время, которые являются фундаментом твоего дня, они имеют совершенно другую ценность перед Всевышним и перед тобой, чем полчаса в день, которые ты тратишь иногда вот такими кусками. Я запомнил этот разговор, да, этот разговор была одна, буквально вот одна, ну, две-три минуты это длится, да. И я с тех пор вот поставил себе, что если я что-то делаю, и что-то для меня важно, я должен этому выделить конкретное время. И вот Тора для меня важно, и пускай этот урок, он всего лишь 20 минут даже, это даже не полчаса, но именно вот в 10 утра, с 10 до 20. Что это дало в итоге? В итоге это дало мне книга Каэлит. То есть мы прошли Экклезиаст, и я написал книгу, сейчас вот я ее хочу еще отредактировать, второй раз издать. Книгу Мишлей, притчи, которую я закончил, которая мы прошли ее два раза, было два цикла уроков. И сейчас мы проходим хитос. То есть это мне дало конкретный, фундаментальный, фундаментальный вообще жизнь изменилась, потому что я с 10 до 10.20 посвящаю время уроку. Вот, Яков Шададин, Вейкра уже возникла потом, и возникла так Вейкра, можно сказать, тоже на базе этих уроков. Да. Хорошо, друзья, удачи, успехов, значит, и мы продолжаем изучать Торо. Вот я хотел этим вступлением показать, что иногда один разговор с раввином, со святым человеком, одно слово, сказанное в нужный момент, может изменить жизнь, может реально изменить жизнь. Значит, и мы сейчас читаем те слова, и Торо нам приводит те слова, те поступки, те события, которые изменили мир всего человечества. То есть мы сейчас читаем не просто, не просто мы читаем какие-то, ну вот истории, да, это корни, это архетипы, это фундамент всего того, из чего потом выросло вообще то человечество, которое мы видим сегодня. Значит, мы сейчас находимся вместе, когда пришел сын Авраама, пришел раб Авраама Элейзер для того, чтобы для сына Авраама Ицхака выбрать невесту. Вот он пришел туда. Очень интересно, значит, и сказал он, да, сама манера разговора, как разговаривают праведники. Торо нам специально приводит вот эти вот диалоги, для того, чтобы мы поняли из них, как надо разговаривать, какие слова использовать. И сказал, значит, и сказал, это Элейзер, Баруха Шем, он говорит, благословен Бог, Элокей Адуни Авраама, Бог Всесильный Авраама, Господина моего Авраама. То есть у Элейзера был учитель, его учителем был Авраам, праотец Авраам, он был его учителем, у которого Элейзер учился всему. К Аврааму приходили ангелы, он написал книгу Ейцера, он был с Богом просто в таких ближайших отношениях. И это любой праведник, цадик, он как вайфай, который распределяет вот этот божественный свет. То есть он соединяется со Всевышним. Быть праведником, это очень непросто, это вообще нереально, это очень непросто, да. Поэтому царь Соломон Шломамылых, он говорил в Каэлике, в Экклезиасте, Аль Тие Цадик Арбе, он говорил, не будь слишком цадиком, Валь Тит Хакем Ютер Медай, и не умничай слишком много, Лама Тишамем, зачем тебе оставаться одному? Цадик это тот, кто, он отделяется от людей, он соединяется со Всевышним, но от людей он отделяется. Это такой выбор, когда человек уже себе не принадлежит, он полностью соединился со Всевышним, и вся его жизнь это только быть проводником воли Всевышнего в этом мире, и если он проводник воли Всевышнего, если он проводник вот этой божественной энергии, которая, ну, невероятной силы, то любое, любое малейшее нарушение, пятнышко, которое только есть у него в служении, оно сразу у него вызывает какие-то очень тяжелые, серьезные последствия. И поэтому, ну, это большой выбор, да, и когда человек решает быть цадиком, то он должен быть готов, это как идти в спецназ, это как идти в... Но есть люди, которые говорят, что о меня ничего другого не интересует. Хорошо, значит, и сказал Элиезер, и так нужно говорить, это очень такая важная фраза, Баруха Шем Элукей Адуни Авраам, Благословен Бог Всесильный, Господина моего Авраама, Ашер Луазав Хаздо Вамито, Моим Адуни, который не оставил, не оставил свое милосердие и истину от моего Господина. И, значит, и вел меня по пути, и привел меня Бог в дом брата моего Господина. То есть, прямо Всевышний привел его, привел его, привел его, оп, в нужное место, в нужное время. Почему? А потому что он все время был подключен тоже ко Всевышнему. То есть, вот это вот очень важная вещь, очень важная вещь. Все время говорит Баруха Шем. Нам интересно, что есть один такой еврей в Москве, который вот он уже во взрослом возрасте начал соблюдать. И он, значит, такой, ну вот, очень хочет делиться, но он Тору особо не учил. И он не может проводить уроки. Хотя это самый важный способ. И вот в АИКРа, вы видите, все больше и больше у нас лекторов, которые, они работают, они не профессиональные раввины. Они в каком-то возрасте начали сами соблюдать Тору. Это как Вадим Зинович Рабинович. И другие лекторы. И они начали соблюдать. И они учатся и делятся. Учатся и делятся. И это лучший способ приобрести самому, когда ты становишься проводником для других. Это написано в Пертьевод, что тот, кто учит Тору, чтобы ее обучать, тому с неба помогут и учить, и обучать. А тот, кто учит Тору, чтобы делать, тому с неба помогут учить, обучать, лишь мор сохранить. И делать, и выполнять. То есть, когда ты, это очень важный такой внутренний клик, изменить свое намерение с просто «я отдельно от всех», на то, что я проводник Всевышнего, и я получаю от Всевышнего знания, и я передаю эти знания. Но вот этот еврей, о котором я рассказывал, он не учился много, и обучать не каждый может. Хотя я хочу сейчас сделать для всех лекторов ВАИКРа, и те, кто хотят стать лекторами, сделать какой-то учебный курс. У меня есть курс, в принципе, называется «Мастер обучения». Он стоит в Плехановском университете, в экономическом... Плехановке. Московский экономический университет имени Плеханова. Значит, у меня есть курс «Мастер обучения» «Повышение квалификации для людей», и я хочу дать его доступ к нему всем, кто хотят обучать Торе, чтобы они стали мастерами обучения. Так этот еврей, возвращаясь к нему, он хочет служить Всевышнему, он прямо горит этим, да, то есть горит этим, но он сам обучать не может. Так что он делает? Он каждого спрашивает, говорит, как дела у тебя? Тот ему говорит, ну, некоторые говорят лучше всех, некоторые говорят плохо, некоторые хорошо. Он говорит всем, это метод был большим того. Он говорит, нет, говорит, надо отвечать всегда «Слава Богу». Что бы ни было, это прославляет имя Всевышнего, поэтому надо отвечать «Барух Ашем». Вот как здесь написано, откуда он это взял, и сказал это первое вступление. Как дела? Слава Богу! Слава Богу! То есть Бог себя проявляет в этом мире, и если человек отказывается замечать Всевышнего вокруг себя, это самая большая проблема. То есть сказать, что все это случайно. Вот «Барух Ашем», слава Богу! Значит, дальше. «Ватарац анаара, ватагет либет има, кедварим аэли». И побежала, написано «Ватарац анаара». И побежала вот эта девушка, да, то есть Ривка, жена Ицкака будущая, и сказала дому матери своей, как все, что случилось. Теперь, значит, интересная здесь деталь такая, что, интересная деталь, что наара вот это побежало. Ривку приводят как пример, что праведники и те, у кого есть потенциал быть праведниками, они зарезим, быстрые, они не ленивые. То есть лень, это лень и грусть, это источники всех остальных проблем. Человек такой погаши, потухший, вот он, он сидит и ждет, что все ему должны что-то сделать, да. Это, это причина того, что ему, во-первых, всегда будет не хватать, во-вторых, он будет в обиде. То есть лень и грусть, они идут очень рядом. То есть если человек ленится, вот представьте себе, ленивый человек, вот он сидит, да, он не мог встать. Значит, ему нужно, чтобы кто-то ему еду принес. Значит, он уже становится потребителем, который зависит от других, что в принципе вызывает грусть. Или грустный человек, он сидит грустный, вот все не важно, все не интересно, все ни о чем, все ни о чем. Вот он грустит. Почему он грустит? Потому что он ждет, что кто-то его должен развеселить. Праведник, и вообще, праведник от слова правильный подход, да, это и побежало, и рассказало. То есть человек, который действует, и он говорит, никто мне ничего не должен, вообще никто мне ничего не должен. Я в этом мире, мне Всевышний дает все ресурсы, которые только возможны, а я буду, этими ресурсами я буду помогать другим. И он становится проводником. Яркий пример, это Ник Вучич, который без рук и без ног, но он поставил своей целью помочь миллиардам людей, он поставил своей целью вдохновить на жизнь 9 миллиардов людей. Представляете, он как посчитал, что некоторые два раза его послушают, люди новые будут рождаться, и он купил сайт, у него сайт называется 9 миллиардов людей, он поставил цель вдохновить 9 миллиардов. У тебя рук нету, ног нету, кого ты хочешь вдохновлять? Сиди, плачь, проси, чтобы жалуйся, ненавидь. Он говорит, нет, это Всевышний вообще, он специально меня с миссией послал, чтобы я людям показал, что нет рук, нет ног, и нет проблем. И он вообще шутит, вдохновляет людей. Это невероятно, сколько он сделал добра. Потому что он активный, потому что он ничего не ждет от других людей, он хочет давать. Улирифка Ах, и был у Рифки брат, Ушмо Лаван, а звали этого брата Лаван, переводится имя Лаван, Белый, звали брата ее Белый, значит. Вайрац Лаван Эль Аиш, Ахуца, и этот Лаван тоже побежал к нему, к Элезеру наружу, Эль Ааин, побежал он к источнику, то есть видно было, что семья Рифки, они все были такие энергичные бегуны, спортсмены такие они были, что был Рифка побежала, то есть видите, не написано, что они пошли, а везде в Торе стоит слово побежала, она побежала домой, ее брат Лаван побежал к источнику, значит, почему он побежал, Раша нам объясняет, почему он побежал, он объясняет, потому что он увидел, Элезер подарил Рифте золотой браслет, золотое кольцо, и он увидел золото, и побежал он, побежал, значит, за богатством, теперь здесь вопрос, вот этот побежал за деньгами, вопрос этот актуальный, да, потому что Авраам тоже был богатый, и Лот был богатый, и в принципе у человека вшито внутри стремление к накоплению богатства, то есть это как человек хочет дышать, как человек хочет размножаться, как человек хочет кушать, у человека есть стремление к богатству, но почему-то в одних случаях Тора осуждает это, и в других случаях нет, и тут мы опять приходим к вчерашнему уроку, который, помните, я говорил, что я 20 лет не понимал, почему Авраам не хотел брать деньги у царя с дома, он говорит, я у тебя не возьму, чтобы ты не сказал, что это ты меня обогатил, потому что Авраам, он хотел только те деньги, которые ему даст Всевышний честно, и он эти деньги хотел использовать для улучшения жизни людей, то есть это абсолютно разный подход, такие деньги, он говорит отлично, чем больше, тем лучше, чем больше бог мне даст денег, тем лучше будут жить люди вокруг меня, у царя с дома, у него был другой подход, чем больше у меня будет денег, тем больше я накоплю, Чем больше у меня будет денег, тем меньше я дам остальным. И Авраам говорит, вот мне не нужен такой, чтобы сказал, что он меня обогатил. У нас с ним разные идеологии финансовые. Я с такими дел не имею. Лаван любил деньги и побежал. И здесь ничего в этом нет страшного, что он любил деньги. Это его был двигательный мотив. Страшно другое, что он эти деньги хотел использовать на вещи, которые не соответствовали божественной воле. И откуда мы это видим? Смотрите, у него есть имя Лаван. Но если его прочитать в обратную сторону, будет Наваль. Наваль это Навила, это Падаль. То есть одни и те же буквы. С какой стороны посмотреть? С этой стороны ты смотришь, вроде все белое. Такая вывеска красивая. Прям слова красивые. Все. Как политики часто бывают. Говорят эти слова красивые. Все политики говорят красивые слова. Все за народ и так далее. Но ты за вывеску заходишь с другой стороны и видишь. Кто-то, значит, себе грабит и миллиарды долларов воруют. Зачем? Непонятно. То есть для меня загадка была. Зачем эти все правители миллиарды долларов воруют у своего народа и переводят в какие-то другие страны, где покупают на них что-то, недвижимость, и она стоит. Чего ты боишься? Зачем тебе это надо? Это недвижимость в другой стране. Потрать на народ. Народ тебя будет любить. И потом будет все отлично. То есть, ну, зачем нужно воровать у народа и прятать? Чего ты боишься? Что ты хочешь дальше? То есть это качество. Это просто проявляет качество человека. И лаванг, который был с виду белый. По факту он был невела. Он был падаль. То есть это мы видим из дальнейшей его жизни. Мы видим его дальнейшие поступки. Хорошо. Еще один отрывок мы успеем прочитать вместе. Значит, он прибежал к Элизеру, к колодцу. Значит, и ему говорит красивые слова. Говорит ему, сказал, приходи, говорит, баруха шем. Тоже он сказал, благословенный богом. То есть те же самые слова, что Элизер. Он ему говорит, благословенный богом, заходи. Чего ты стоишь снаружи? А я прямо уже подготовил и дом, и место для верблюдов. То есть вроде красивые слова. Он очень красиво его зовет к себе домой. И пришел человек этот в дом с верблюдами. В общем, напоили они, все такое. Значит, и он ему предложил покушать. Но сказал Элизер, я не буду кушать. Пока миссия не скажу, то зачем меня послали. Это очень важная вещь в притчах. Вот я сейчас из притчи вытащил все отрывки про деньги. То есть я сделал сейчас очень большую работу отдельную. Вытащил из притчи царя Соломона. Все, что там говорится, связанное с деньгами, с богатством. Получилось 150 отрывков. И сейчас я готовлю эту книгу к изданию. То есть царь Соломон о богатстве, о деньгах. Это будет отдельная книга. Я сейчас вот прям очень хочу сделать такой красивый-красивый проект про богатство, про деньги. И значит, Элизер говорит, я должен вначале выполнить задание. И там я просто вспомнил сейчас отрывок, что вот когда ты посылаешь плохого посланца, плохого шалеха, то это он только все испортит. Очень важно, когда ты хочешь работать, зарабатывать, и особенно если ты управляешь людьми, вот правильно выбирать, кого посылаешь. Элизер был идеальный посланец. Он сказал, я даже кушать не буду, пока не выполню задание своего господина, который меня послал. Значит, и дальше он передает то, что все. Дальше мы останавливаемся. Давайте подведем итог. Подведем итог небольшой. Первое. Я вам советую прочитать вот эту вот хитос. прочитать, тут есть на русском языке, хотя бы прочитать отрывок из недельной главы с комментариями Раши на русском языке. И, то есть, если мы не успеваем все пройти, а мы проходим какой-то отрывок, какой-то кусочек, то вы можете прочитать хотя бы вот пятикнижие, отрывок из пятикнижия с комментарием, каждый день дочитывая до конца. Я вам советую очень. Это первый вывод. Второй вывод, это собирайте вот эти включающие вас истории, фразы, собирайте их и кому-то рассказывайте. То есть, если у вас есть какой-то инсайт, инсайт это хидуш, да, такой вот вы что-то для себя, баф, во время изучения Торы что-то у вас включилось, то вы запишите это, расскажите это кому-то, напишите. С этого начинается любой преподаватель, он начинается с того, что он хочет, когда он учит, он ищет вот эти вот бриллианты, которые, знания, которые включают, чтобы ими делиться. И когда тот, кто учит Тору, чтобы ей обучать, тому с неба помогают и учить, и обучать. И вы тогда будете выписывать для себя какие-то кусочки, они вас включают, вы ими будете делиться, и они будут у вас в этот момент внутри прорастать, и давать вам плоды в вашей жизни, потому что Тора важно, что у вас остается после урока Торы. Все, удачи и успехов всем, хорошего, прекрасного дня. Очень важно благословлять, да, чем больше ты благословляешь, написано, что благословляющий будет благословлен, он проклинающий будет проклят. И здесь тоже очень важна эта вещь, чем больше вы благословляете людей, тем больше на вас идет благословение. И с Божьей помощью, чтобы Всевышний всем нам дал хороший, прекрасный день, год, жизнь и всем нашим близким. Все, всем удачи и успехов, прекрасного, хорошего дня. Всем пока.